Слава Господу 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 Он, конечно, скажет, истинно, это пейсятники, христиан и вера евангельской. Ну, а почему вы так считаете? Ну, сами посмотрите, где еще трудится так Дух Святой, как у пейсятников? Нигде. А что вы думаете о православных? Ну, это мир. А что думаете о баптистах? Хорошие братья. Ну, одного им не достают. Вот бы им принять Духа Святого, супер было бы учение. То есть, они бы, по сути, стали пейсятниками. А что вы думаете о братьях, которые в субботу хранят? Ну, может быть, и хорошие люди, но у них есть одна проблема. Вот они вытащили из Старого Завета субботу. Вот если бы они отказались от субботы, да приняли Духа Святого, были бы вообще молодцы. А так вот у них есть такая проблема. А если спросить субботствующих, или адвентистов, или другие там разветвления субботствующих. Что такое, братья, субботники истины? Ну, они, конечно, скажут, истина – это субботствующий народ. А что вы думаете о православных? Это мир. А что думаете о баптистах? Ну, баптисты – хорошие люди, но им не достает немножко, чтобы заповедь исполняли. А что о пейсятниках? Ну, это еще лучше. Но все равно есть проблема, они субботу не хранят. И то есть каждый будет говорить со своей позиции, что такое истина. Как по мне, как я это вижу и читаю Слово Божие, мне лично кажется, что абсолютная истина, ее не существует ни в одной конфессии. Это мое личное мнение. Вы можете его принимать, можете не принимать. Как таковой совершенной истины, она, мне кажется, только в Боге. Только Бог имеет совершенное познание истины. А все конфессии, они, скажем, на пути познания истины. Они что-то из истины взяли. Например, свидетели Иеговы говорят. Как-то я с ними разговаривал, они говорят. Ну, кто еще, как мы, ходит по два по улицам? Но никто же так не исполняет повеление Христа. Он сказал идти по два. Ну, посмотри сам, кто так делает, как мы? Да, на самом деле, по два только свидетели Иеговы так ходят. Но если бы истина состояла только в том, чтобы ходить по два по улицам, конечно, истина была бы в них. Но истина многоразличная. Она состоит из многих пунктов. Этот пункт, конечно, они исполняют. Но другие пункты они не развивают, они их просто не видят. Точно так же и с баптистами история, и с пейсятниками, и с субботствующими. Каждая деноминация, как лично мне кажется, она взяла какое-то направление, она прогрессирует в этом направлении. Скажем, харизматы, у них развитое служение прославления. Да, у них профессиональные певцы профессионально играют на инструментах. Да, они делают это качественно. Я с ними согласен. Но если брать уже другие стороны служения, у них может быть проблема. Если взять пейсятников, например, мне кажется, служение Духа Святого, как у них это развитое, мне кажется, у никого так не развитое. Да, это сильная сторона пейсятников. Молодцы, пусть Бог благословит в этом. Если взять, например, субботствующих, да, они из Писания прочитали верно, как я считаю, что существует десять божьих заповедей, и нет новозаветной версии десяти заповедей, она проведена в законе Божьем. И я считаю в этом субботствующие абсолютно правы, что десять заповедей есть библейские, и их нельзя изменять. Но те же субботствующие, они развили эту сторону, они углубляются в закон Божий, углубляются в изучение Писания. Но если уже взять, например, сторону служения Святого Духа, могут быть определенные проблемы, и там бы надо развиваться в этом вопросе. То есть, как для меня, каждая конфессия взяла какую-то сторону истины, какую-то часть истины, и она развивает эту часть истины. Это, знаете, как прийти в спортзал, если качать только бицепсы, а другие мышцы не развивать, то ты будешь таким, ты будешь выглядеть со здоровыми бицепсами, но все остальное тело будет уродливое. Вот точно так же в служении Господу. Если развивать только одну часть, и на этой части истины считать, что мы в истине, это неправильно. Мы только развиваем одну маленькую часть истины, а на другие части истины мы могли закрыть глаза. Я из учения, где приветствуют хрящение Духом Святым, потому что есть субботствующие, как адвентисты седьмого дня, которые считают, что это не от Бога говорение на языках. Я вырос в конфессии, которая приветствует молитвы на языках, которая понимает это, где есть пророки, есть откровения, есть видения. И вместе с тем мы соблюдаем субботний день. Вот, скажем, такой микс. И заповеди храним, и Духа Святого не утвергаем. И, скажем, наши братья считают, уже, наверное, более совершенно истинно, чем мы, не существует. Мы уже взяли абсолютно все из Писания. Нам, в принципе, уже некуда развиваться. Но я считаю это утверждение неправильным, потому что любая конфессия, сколько она бы не выросла, сколько она бы не усовершенствовалась, все равно мы на пути познания истины. Есть вопросы, которые у нас слабо развиты. Если, например, где-то это не только проблема, скажем, наших братьев у нас, это сегодня проблема христианства. Появляется человек одержимый, появляется человек больной, и мы разводим руками. Мы в совершенной истине. Но как только приходит человек, которому надо помочь, мы вдруг все понимаем, что как было бы хорошо, если бы среди нас сейчас был живой Иисус, и Он бы сделал то, что написано на странице Геваниля. Он бы взял и исцелил, Он бы взял и беса изгнал. А мы говорим, что мы в истине, а вот этого, к сожалению, у нас нет. А если где-то есть один человек на весь мир, то это не решает проблемы. Поэтому говорить, что мы в истине, мне кажется, ну неправильно всем говорить, что мы в совершенной истине, мы на пути познания истины. Поэтому вот есть такая проблема, братья, если бы мы с Божьей помощью как-то могли ее решить. Вот когда мы идем в мир, и с мира приводим человека в наше учение, в нашу церковь, с одной стороны, мы сделали доброе дело для Иисуса Христа. Мы привели человека к Иисусу Христу. Но, сделав доброе дело, мы автоматически будем сейчас делать плохое дело. Мы не дадим этому человеку, мы не позволим этому человеку идти дальше и развиваться дальше. Мы его похороним в нашей конфессии. И если бы нашелся среди православных человек, я когда дочитался определенные слова Божьи в Писании, будучи православным, что не называйте себя отцом, потому что один Отец на небесах, не поклоняйтесь Богам, которые не могут говорить, которые не слышат, то есть иконам. Мне сразу вдруг все православные заговорили дружно, ты что, Иван, думаешь, что ты самый умный? Ты посмотри, сколько священников! Они повыучивались, закончили семинарии духовные, а ты пас коров до 18 лет, что ты из себя показываешь? Что ты такое из себя делаешь? Ты что, думаешь, что ты самый умный? Один ты умный такой нашелся, а все кругом православные не умные. То есть, как только ты пробуешь развиваться, как только ты пробуешь идти дальше, тебе все дружно включают тормоза и говорят, что ты брат, что-то ты не туда. И вы знаете, я думал это только так в православии, но когда я стал верующим, и когда стал протестантом, я увидел, что это везде одно и то же, абсолютно везде. Или это православные, или это баптисты, или пейсятники, или адвентисты, харизматы, без разницы. Как только ты дочитался до каких-то слов, что в вашей конфессии этого нет, и как только ты начинаешь об этом осторожно намекать, братья, а ну давайте обратим внимание вон на такой-то стихе из Писания, что-то подозрительное, у нас, кажется, это не выполняют. Как дружно все начинают тебе говорить, брат, ты слабенький в вере, тебе начинают клеить разные ярлыки, остерегайтесь, братья, делающих разделение, вопреки учению Иисуса Христа, то есть вопреки тому, что мы понимаем. Потому что что такое истина? Вот, например, пророчество. Есть конфессии, где принимают пророчее слово. Пророк пророчествует, а все дружно слушают. Он пророчествует согласно истины или против истины? В данном случае что мы называем истиной? Истина, по сути, наша истина, братья, это наше представление о Боге. Это не Божья истина, это наше представление о Боге. Я вот слушаю, пророк пророчествует. Если, например, пророк в Пятидесятнику будет пророчествовать, что надо принять субботний день, ему сразу скажут, этот пророк не от Бога. Почему? Потому что он говорит против истины. Что в этом деле, в этом случае, что такое истина? Это пятисятническое представление о Боге. Если у субботствующих пророк будет говорить, что субботы нельзя соблюдать, ему сразу скажут, этот пророк не от истины. Почему? Потому что он говорит не по истине, то есть не по нашему представлению о Боге. То есть мы даже пророков, духовные, скажем, служения, мы будем измерять нашим представлением от Бога. И если пророк пророчествует не так, как мы понимаем, мы сразу ему скажем, этот пророк не от Бога. Хотя он может быть сто раз от Бога, просто он говорит не так, как мы понимаем. Вот и вся истина. Поэтому, как только ты дочитался до чего-то большего, чем другие люди в конфессии, может быть, и они уже давно дочитались, но каждый понимает. Если ты только рискнешь говорить то, чего не понимают другие, тебя похоронят, я вот так замечаю, скажем, если человек вообще никакой верующий, слабенький, просто сидит на задней лавочке, он там весь в грехах, но если он тихо сидит и не возмущается, и там не кричит сзади, что оказывается другая истина, чем у нас, этого человека будут терпеть, и будут его нести, и будут закрывать глаза на его все выбрыки и на его все грехи. Но стоит человеку, хорошему человеку, который не ходит в грехах, стоит человеку сказать, братья, мне кажется, что мы еще что-то не допоняли с истиной, этого сразу похоронят, этому сразу пришут все тяжелые грехи и все ярлыки, и изгонят его, и будут вслед поливать грязью еще долго. Но, к сожалению, иногда на практике такое происходит. Поэтому, с одной стороны, мы делаем доброе дело, мы призываем людей к Иисусу Христу. С другой стороны, если бы Бог хотел человека развивать, если бы Бог хотел человеку что-то новое открывать, то мы все дружно Ему не дадим это, то мы Ему не позволим. Если бы Бог хотел Баптиста христить Духом Святым, мы не позволим Ему это. Мы скажем, без вошел человек, ну посмотрите, был нормальный Баптист, а заговорил на языках. Да вы что, до этого гнать шею такого, с человеком что-то произошло. Если бы вдруг 50-ник принял в субботний день, мы сразу скажем, люди добрые, был хороший браток. И смотри, ай-яй-яй, жаль, как человека. Смотри, был христианин, как христианин. А теперь смотри, Христа променял на субботу. Иногда так говорят, хотя человек принял субботу, и Христа любит, как и раньше любил, но скажут, променял Христа на субботу. То есть, мы не дадим человеку развиваться. И это большое зло, какое мы делаем, мы не позволим быть иначе, чем мы. Потому что он выделяется из толпы. Это же неправильно, это же не по-божьему. Поэтому вот бы нам как-то Бог помог, чтобы мы людям давали развиваться. Иисус в свое время сказал такое слово. Если бы вы не говорили, что вы зрячие, то я бы вам открыл глаза. Но так, как вы говорите, что вы зрячие, что вы в истине, грех ваш остается на вас. То есть, Иисус хотел помочь фарисеям. Если он смог помочь простым людям, то фарисеям не мог помочь. Почему? Потому что простые люди считали о себе, что они простые люди. Они ничего не понимают, они ничего не знают. И когда Иисус им принес Слово Божие, они с радостью Его приняли. Но фарисеи, книжники и законники, они не захотели этого сделать. А кто такой Иисус, что Он нам говорит что-то новое? Он стал говорить то, чего они не понимают. И они дружно сказали, нет, это не от истины, это человек не от истины. Мы не будем принимать эти слова. И, к сожалению, именно те, которые в первую очередь должны бы принять истину Божью, они не только не приняли этой истины, они, как Иисус выразился, и сами не приняли, и другим не дают принять. И сами не входят в Царство Божие, и других не допускают. Вот это беда. И, как правило, в этой беде виновны служители, люди, которые управляют церковью, люди, которые ответственны за церковь, вот именно эти люди иногда вместо того, чтобы делать доброе дело, я сам служитель, я не хочу услужать других служителей. Но мы должны, братья, понимать, что если Бог человека ведет по-другому, то если спросить, если человек, например, переходит в другую конфессию и просит письмо у служителя, напишите рекомендательное письмо, то что ты станешь писать? Да благословит Бога этого брата, который идет от нас, или будешь поливать грязью? Вот это важно. Что ты будешь делать? Ты думаешь, что ты в истине, но, как я и говорил, истина, это наша истина, это наше какое-то узкое, маленькое представление о истине. Если мы читаем послание к церквям в книге Откровения, то там написано ангелу такой-то церкви напиши. Обратите внимание, вот Господь пересмотрел все церкви и пергамскую, и феатирскую, и эфесскую, и лаодикийскую. Обратите, братья, внимание, в каждой церкви он увидел что-то доброе и увидел что-то плохое. Вижу твои дела, вижу твое терпение, вижу, что ты не можешь сносить развратных, но ты, к сожалению, потерял первую любовь. Другим говорит, я вижу, как ты стараешься в этом вопросе, но есть у тебя и изавель, который ты попускаешь водить в заблуждение, а там написано, ты теплый христианин. То есть, в каждой церкви есть что-то хорошее, но вместе с тем, есть и недоработанные вопросы. Так вот, умный человек, как говорил наш украинский поэт Шевченко, и своего не цурайтесь, и чужого навчайтесь. Так вот, наша гордость иногда нам не позволяет чужого навчаться. Свого-то мы не цураемся, а вот, когда доходит дело научиться от других, мы не только сами по гордости не хотим это сделать, но и другим препятствуем, чтобы они больше познавали Господа Иисуса Христа, возрастали в познании Спасителя Иисуса Христа. Поэтому можно оказаться виновным пред Богом, потому что Господь хочет человека развивать, хочет вести дальше, а мы включаем тормоза. Поэтому в любой конфессии, как только ты хочешь возрастать духовно, как только ты хочешь больше познавать Иисуса Христа, тебе сразу скажут, ты что-то слишком рано оперился, браток, что ты из себя показываешь, сиди тихонько, как все, и не высовывайся из толпы. Или, как мне один брат сказал, что ты на своих гавкаешь, я говорю, я не гавкаю на своих, мне кажется, что есть определенные вопросы, которые надо еще развивать, если мы, например, храним субботний день, то слава Господу, я благодарю Богу, что Бог открыл на действие Божьих заповедей. Но если, скажем, служение начинается из прославления субботнего дня и все псалмы о субботе, и все проповеди о субботе, а о Христе не слово, то мне кажется, это извращение, это неправильно, это не поучение Иисуса Христа. И когда ты начинаешь говорить, говорят, что-то ты, брат, оперился, я не оперился, я вижу в учении Иисуса Христа, что надо проповедовать Христа распятого, а не субботний день. А субботний день надо хранить, а прославлять надо Иисуса Христа. Так мне кажется правильным. Точно так в других деноминациях могут прославлять Иисуса Христа, но пренебрегать заповедями Божьими. Поэтому Бог бы хотел, чтобы мы не говорили рано, что мы в истине. Я буду заканчивать, у меня однажды была беседа с двумя молодыми парнями и свидетелем Его, я не осуждаю, я просто как пример. Мы стали с ними разговаривать, я их спрашиваю, они молодые, 18-19 лет, я говорю, ребята, как вы думаете, вы в истине? 100% в истине. А почему вы так уверены, что вы в истине? Ну как? Мы в истине, мы свидетели Его. Кто еще такие, как мы? Я им задаю такой вопрос, говорю, так правду скажите, вы хоть раз Библию до конца прочитали? Они так головы опустили, говорят, если честно, то еще нет. Я говорю, а вы не допускаете такую мысль, что в тех местах Писания, которые вы еще не прочитали, написано, что то, что вы делаете сейчас, это не совсем правильно. Они еще раз упустили голову. Так вот, люди не прочитали Библию до конца, им внушили из-за кафедры их старейшин или пастора. Вы в истине даже не сомневайтесь, человек Библию в жизни раз не прочитал, но ты ему попробуй скажи, что он не в истине. Иногда разговариваешь или с православным, или с другим человеком. Он грудью за истину, он готовый тебя убить, потому что ты говоришь по-другому, чем он. И если ему задашь вопрос, ты Библию хоть раз человек читал, никогда не читал. Ну почему ты считаешь, что ты в истине? Я вам скажу так, если бы, скажем, для греко-католиков авторитет Папа Римский или для Рима католиков это их авторитет. И если они не могут переступить через этот авторитет, если авторитет Слова Божьего для них меньше, чем авторитет Папа Римского, они никогда не выйдут с этого учения. Никогда. Для того, чтобы выйти с православия, чтобы выйти с греко-католической церкви, надо поверить в авторитет Слова Божьего больше, чем авторитет их религиозных деятелей. Протестанты, слушая меня, скажут, да, правильно ты говоришь, брат Иван. Но как только дело доходит до протестантских церквей, чтобы применить это уже к ним, они скажут, не, нет, брат Иван, ты что-то плохо учишь, ты церковь нашу разделяешь, ты какие-то проповеди смутные говоришь, потому что если дать эту проповедь послушать церкви, то сейчас половина церкви уйдет от нас, поэтому не давать такие проповеди слушать, братьям церкви и сестрам, то есть не дать человеку право и возможность более познавать Иисуса Христа. Я помню, в техникуме, когда я учился, у нас однажды было соревнование, мы бегали, там, не помню, сколько метров, многие курили сигареты, они ели, ноги тащили, а я занимался спортом, не курил, не пил, поэтому, когда мы стартанули, а там были старшекурсники, а я был зеленый, первый курс, я стартанул, их всех обогнал, то меня на втором кругу старшекурсники поймали в кустах, как, дали мне поддых, и говорят, что ты высовываешься, а, зеленый, сиди тихонько и не высовывайся, ты что себе позволяешь, чтобы мы, старшекурсники, сзади прибежали, а ты, зеленый, первокурсник, прибежал первым, да ты нас всех позоришь, что ты, как, дали мне поддых, и как, дали мне поддых, все, я уже сзади тихонько бежал, прибежал, почти последний, потому что не положено обогнать старших. Вот точно так же и в религиозном служении Богу иногда происходит. Когда-то простолюдины приняли Иисуса, а старшие говорят, проклят, прокляты вы, простолюдины. Если спросить, за что они прокляты? Потому что мы, фарисеи, не приняли, а вы, оказывается, зеленые вот такие, неопытные, немудрые, взяли и приняли Христа. Ну, как это вы себе можете такое позволить. Просто простолюдины обогналы книжников и фарисеев. Значит, им поддых дать, чтобы не спешили никуда. И, как говорят на Украине, не лезли поперед батька в пекло. Есть такая нездоровая поговорка. Не лезьте поперед батька. Так вот, если бы кто-то в церкви осмелился полезьте поперед батька, то есть поперед пресвитера или поперед активиста в церкви, то ему дадут поддых. Поставлю на замечание, и назовут его слабым в вере, раскольником, еретиком, разделяющим церковь. Все, что хочешь, ему пришьют. Хотя, по сути, этот человек ищет Иисуса Христа. Он хочет развиваться в познании Иисуса Христа. А мы ему поддых молчать и давай в задние ряды, что-то ты слишком рано оперился. Поэтому, да поможет нам Бог развиваться самим, не считать, что мы в истине. Потому что, кто думает, что он знает, он еще ничего не знает, как должно знать, говорит Павел, если мы считаем, что мы уже в истине, мы положили крест своему духовному развитию, мы дальше не двинемся. Потому что, что нам может еще Иисус открыть, если мы уже в совершенном истине. То есть, мы сами служители не можем развиваться с такой теологией. Естественно, мы и другим не дадим развиваться. Потому что, если другие найдутся люди попроще, и не такие гордые, и не такие уверенные в себе, и они бы и рады развиваться, мы им дружно дадим поддых и скажем, тихонько сиди и не страми старших в народе. Поэтому, да поможет нам Господь, братья, и самим развиваться, и других развивать. А если кто-то побежит вперед нас, первокурсник, то не давать ему поддых, а благословить и сказать, да благословите Господь, чтобы ты развивался в Иисусе Христе. Поэтому нашему Богу слава, и я надеюсь, что, братья, вы не убедитесь на меня, а примите к сведению и поразмышляйте над тем, что сегодня я говорю, имея на эту возможность. Богу нашему за все слава, поэтому, да поможет нам Бог, да поможет нам Бог, развиваться, развиваться. Вы знаете, есть еще, хочу в окончании такое сказать, что вот существуют религиозные разные объединения. С одной стороны, хорошее дело, потому что вместе можно больше сделать, можно больше церквей открыть, можно больше сделать для Иисуса Христа. А с другой стороны, если, скажем, церковь может не давать развиваться, то объединение церквей, там даже если бы одна отдельная церковь захотела идти другим путем и развиваться, то в этом случае уже целую церковь будут не пускать развиваться, потому что в нашем братстве так не принято. И проголосуют дружно, 50 против одного, и скажут в нашем братстве, браток, так не принято. Если бы вдруг какой-то пастыр с какой-то церковью дочитались до чего-то и решили, что им что-то не достает для полноты познания Иисуса Христа, то дружно скажут в нашем братстве так не принято. Если ты дочитался, что галстук не грех, и ты вдруг захотел одеть галстук, а разные там ультра такие церкви радикальные, они категорически не носят, то они скажут в нашем братстве так не принято. И ты вынужден жить без галстука, потому что в нашем братстве так не принято. Если в нашем братстве не принято фату одевать на свадьбу, это все. Если ты одел фату, это тебе конец. Тебя хуже разбойника понесут, ты хуже пьяницы, потому что ты надела фату на свадьбу. Это же недопустимо. В нас так не принято. И как я смотрю, вот за обряды и за наши какие-то, именно наши представления о Боге, мы больше ревнуем, чем за Слово Божье. Если Слово Божье мы ревнуем чуть-чуть, то за наши представления о Боге мы горой, мы готовы умереть, только чтобы вот это, что мы сами придумали, не дай Бог не нарушить. Хотя она в Писании в принципе нигде не озвучена. Но в нашем братстве так не принято. А как принято у Иисуса Христа, это другой вопрос. Главное, что в нашем братстве так не принято. И хотя наше братство что-то такое приняло, чего нету вообще в Писании, но это наше братство приняло, не дай Бог открыть свой голос и сказать что-то вопреки тому, что приняло наше братство. Только хочу сказать в окончании, что нас будет судить Бог, а не наше братство. Наше братство судят только на этой земле. Но как только мы умрем, полномочия нашего братства закончатся, и в силу вступит полномочия Христа. Так вот, на суде Божьем Христос будет всех судить, а не братство. Поэтому советую всем христианам пересмотреть свое служение Богу и стараться угождать Иисусу Христу в первую очередь. Если это не противоречит Иисусу Христу, можно и братству угождать, чтобы не соблазнялись. Но это только в этом случае, если это не противоречит Иисусу Христу и Его учению. Поэтому Богу за все слава в имя Иисуса Христа. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok